В Черкесске на базе Северокавказской государственной академии состоялся новогодний турнир по большому теннису. Соревнования проходили среди воспитанников комплексной спортивной школы «Победа». Этот турнир собрал около 30 юных спортсменов города. Наш корреспондент побывала на разминочной тренировке и торжественной церемонии награждения. Какое влияние большой теннис оказывает на развитие детей? Кто тренирует и поддерживает юных спортсменов? И как развивается этот вид спорта в республике? Смотрите далее в специальном репортаже Дарья Тендито. Наш выпуск завершен. В спортивном зале для подведения итогов новогоднего турнира по большому теннису собрались юные призеры и победители соревнований, их родители и тренерский состав. Около 30 человек боролись за призы и приятные новогодние подарки. Соревнования проходили под чутким руководством тренера Владислава Самохпалова. Он отметил, что результаты улучшаются. Итоги этого года показывают, что тренировки проходят не зря. Мы показали хороший результат и нас уже знают за пределами города. Мы ездим в основном к МВ, детей возишь, вот эти турниры, Кисловодск, Ставрополь, Пятигорск. И эти турниры мы уже все как бы выиграли. Все практически игроки в сильнейшем городе вышли из нашей школы. То есть они продолжают играть, выносить результаты, задержаваясь в теннисе. На чем и держится теннис, качьерам рассказать. Стараемся так, чтобы игрок продолжал расти и укрепляться, выходить в высшую сферу. Как сказать, дальше продвигался по уровню рейтинга, по уровню мастерства. Новогодний турнир удачно прошел для Дмитрия и Есении Самохваловых. Для Самохваловых теннис не просто увлечение, а семейное дело. Дмитрий и Есения, равняясь на дедушку и папу профессиональных спортсменов настольного и большого тенниса, показывают отличные результаты в спорте. Тренируются они с самого детства. В планах на будущее у Дмитрия и Есении новые победы и улучшения результатов, поделились юные теннисисты Самохваловы. Я эту медаль выиграл честно. Я очень боролся, особенно с одной девочкой. Она очень сильно играла. Я очень хорошо боролся, я старался. Какие у тебя цели вообще на будущее? Ну вообще я хочу ездить весной, наверное, где-то будут соревнования еще одни в Пятигорске. И я бы хотела туда поехать. А дальше уже будет видно. Мой папа тренер, я беру с него пример. А вот расскажи, что это за соревнования были и как так получилось, что ты выиграла в такой возрасте? Ну я думала, что я не выиграла и поверила, что я выиграла. Они не только теннисом занимаются. Это основное направление. Плавание там где-то и просто они занимаются общевизической подготовкой. Просто удобный момент. Надо же подтягивать по своему виду. Уменьшено, легче. Им нравится, значит, они стараются вроде тренироваться. Под чутким руководством Владислава тренируются около 50 любителей большого тенниса. Свою карьеру он начал около 35 лет назад. Работает не по профессии и не жалеет. Будучи юношей, он увлекся настольным теннисом. Его заинтересованность переросла в нечто большее. А сейчас опытный спортсмен поддерживает развитие большого тенниса в нашей республике. Передает навыки, знания и умения подрастающему поколению. И надеется, что с каждым годом ценители этого вида спорта только увеличатся. 30 лет это, можно сказать, не большой возраст для спорта. По сравнению с борьбой, боксом, кого знаешь, приходили оттуда чемпионы мира. Показывали Европу по разным видам спорта. У них это все дольше уже длится. А у нас не так давно это все началось. Некоторые, получилось так, что стали фанатично заниматься этим. Но таких мало. На чемпионат России ездили по взрослым. И сейчас продолжают ездить по возрасту по своему. В общем, есть на кого равняться. Кому интересно, тот их видит, загорается, соответственно. И дальше продолжает работать. Вот примерно такие результаты у нас. Вот расскажите, каково развитие тенниса сейчас в Карачаево-Черкесии? Сейчас мы стараемся повышать свой уровень. Стараемся выше добиваться результатов. Ездили и за границу на ITF. И просто по академиям ездили ребята. Так что мы как бы вышли, можно сказать, здесь были люди, которые просто ездили на турниры большого шлема. Кто-то уже знает, это самые большие турниры в мире. Было там Америка, Ролангорос, Астралия, Астралия-Нопен. И вот люди побывали на них просто как зрители. Это уже, я считаю, продвижение в сфере тенниса, как в Карачаево-Черкесии. Так что вот таким образом мы стараемся теперь повышать результаты. То есть не просто съездить за границу, а выиграть турнир. А кто вас привел в спорт? Меня привел отец. Он был тренером по настольному теннису. Он такой спортивный, любил спорт. И сейчас продолжает тренировать по-своему, хоть уже и возрастной. И вот из настольного тенниса мы перешли в большой, начали играть. У меня была цель выиграть у отца сначала, потому что он сильнее играл. И пошло-поехало. Большой теннис – это не только игра, но и система развития личности. Юные спортсмены в ходе тренировок формируют чувство самоуважения и стремления к успеху. Они учатся преодолевать трудности, усердно занимаются и идут к поставленной цели. Для Амира и Арсена основная задача – выигрывать и улучшать результаты. Новогодний турнир показал, что спортсмены хорошо тренировались на протяжении года. И результаты не заставили себя долго ждать. В прошлом году я занял первое место в соревнованиях. В этом году вот два первых места. То есть ты целенаправленно шел к победе? Да. В прошлом году у меня было пятое место. И в этом году было только в другой группе. Когда я только начал ходить, у меня было второе место. А потом третье, а потом четвертое, а потом уже пятые были. Это мое первое место, короче. А вот расскажи, как ты думаешь, почему ты вот с пятого места поднялся на первое? Благодаря чему это произошло? Не знаю. Целый год, наверное, я старался. Мотивация играет важную роль в жизни любого спортсмена, особенно в юном возрасте. Большой теннис – энергозатратный вид спорта. Игроку нужно бегать, прыгать, делать множество замахов, отбивая мяч. Работая тренером, Владислав Самохвалов порой сталкивается с усталостью и нежеланием юных воспитанников посещать тренировки. Во время беседы он рассказал, как мотивирует и поддерживает юных спортсменов. Стараемся где-то сбавить там, может, темп, чтобы человек отдохнул. И такими подходами где-то больше внимания уделить ему, чтобы интерес появился. С сильным соперником поставить играть, чтобы он видит, к чему стремится. Таким образом, вроде, люди продолжают играть, появляются даже профессионалы. Если вдруг что, нагрузка пошла или не получается где-то, получится по-любому. Надо просто поиграть, для всего нужно время. Значит, с характера, продолжать заниматься этим делом хотя бы полгода. И потом будет видно, понравился вид спорта, не понравился. В принципе, в теннисе остаются многие, пригождается по жизни. Можно играть где хочешь, в тех же санаториях, и соревнованиях. Кто хочет, выезжает за пределы города, записывается, играет. То есть, не бросать, а надо сначала понять этот вид спорта и продолжать заниматься. Большой теннис повышает выносливость, концентрацию и скорость мышления. Мадина Баташева, мама троих теннисистов, рассказала, что дети приходят на тренировку с удовольствием. Несмотря на их маленький возраст, она отмечает позитивное влияние спорта и надеется на высокие достижения своих детей. Он сначала старший начал играть, когда появились двойняшки, потом они. Они начали где-то с четырех лет. И вот так наша семья как бы продолжает. Очень нравится. У детей, конечно, бывает, что им лень, потому что они еще маленькие, им нет семи лет. Я думаю, что с возрастом, когда они начнут играть, у них появится и азарт, и они точно так же подобают, как мы. Теннис – яркий вид спорта, противостояние личности и характеров, где важна не только техника, но и умение стратегическим мышлением обыграть соперника. Итоги года подведены, победители и призеры получили свои заслуженные награды. И совсем скоро начнется новый сезон, где юных спортсменов ждут новые победы. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.